Друзья мои парфюмерные, рада вас видеть на моем канале, спасибо, что заглянули, и сегодня я буду обозревать 5 моих новинок, которые, к сожалению, не все оказались удачными, что-то будет выбывать из моего шкафа, тем не менее, большинство, конечно, это то, что мне нравится, потому что здесь осознанные покупки, это новый бренд, который мне очень понравился, и я смогла приобрести два самых классных в моем субъективном понимании из всей линейки ароматов. Это аромат из моего вишлиста, который там уже, наверное, на протяжении двух лет висит и все ждет нормальной цены, дождался наконец-таки, это очередной синоним, который я буду обозревать, и давайте начну именно с промаха, аромат, который, скорее всего, 99%, что он покинет мой шкаф, потому что конкуренцию он там в моем шкафу, конечно же, не выдержит. И это парфюм, который я схватила по скидке в Литуале, опять же, Черная Пятница, все эти промокоды минус 4000 рублей плюс 20% от суммы кэшбэка, в общем, получалась очень выгодная цена на вот эту вот линейку, которую делал тоже Квентин Биш. Я ее когда-то давным-давно тестировала, уже не помню, потому что это было мимоходом, я даже блоттеры не забирала с собой, поэтому я чисто вот читала описание, читала отзывы, читала пирамиду и решила выбрать ту девочку, девочек, которые могут говорить все, что угодно. И здесь я скажу так, что вина как раз-таки в Литуале, потому что они, видимо, перепутали описание, потому что пирамида указана одна, но в описании там заявлены также такие ноты, как альдегиды, мох, герань, лаванда, то есть что-то уже более интересное, согласитесь. И мне захотелось вот чего-то такого попробовать, чего нет особо в моем шкафу, такие ноты не особо вписываются в мой вкус, и мне вот захотелось посмотреть, как это будет звучать вот в этой такой попсовой абсолютно линейке. Но, видимо, Литуаль что-то напутал, потому что ничего из перечисленного я здесь не слышу. Это абсолютно девочковый такой попсовый аромат на каждый день, причем, знаете, без какой-то изюминки пока что. Конечно, может быть, я что-то здесь такое особенное уловлю, но пока не делаю на это никаких ставок, скорее всего, нет, потому что в моем понимании этот аромат, ну просто такой, знаете, вот девушка приходит в магазин, покупает себе парфюм, пользуется им каждый день на протяжении нескольких месяцев, полностью его выливает на себя и идет в магазин и покупает совсем уже другой аромат. Вот чисто такой проходной, не за что зацепиться, вот нет чего-то такого, чтобы прям сказать, да, это вот прям классный аромат. К сожалению, пахнет он ничем, каким-то ванильным приятным кремом, немножечко с ореховым тоном. Здесь точно есть ирис, но я не чувствую никаких ирисов, никакой пудровости. Это сладковатый ванильно-кремовый аромат с легким оттенком ягод, но ягоды здесь не заявлены, тем не менее, по-моему, здесь есть какие-то белые цветы и, возможно, они дают немножко ягодный оттенок, вот как дает иногда тубероза в ароматах. Я даже перед этим видео на себя его так хорошо нанесла, несмотря на то, что у меня был в начале дня другой аромат. И да, вот сейчас даже идет сразу такой ягодный момент, кисленький, очень приятненький, абсолютно по-люксовому. И потом появляется ваниль в таком кремовом обличье, да, какого-то воздушного крема, посыпанного чуть-чуть орешками, вот так бы я сказала. А стойкость у него чуть выше средней, не скажу, что он прям какой-то супер стойкий, он, не скажу также, что он какой-то мега шлейфовый, то есть такой средний неплохой люкс. За ту сумму, за которую я его взяла, это, конечно, отличная цена для такого аромата, для 90 мл, я его купила за 3000 рублей. К сожалению, друзья, он не выдержит просто конкуренцию в моем шкафу. И даже вот вспомнить Плейс де Лис яблоко любви, который тоже я вот примерно так же сказала, что он такой, ну вот, девичий аромат, такой попсовенький, как бы не особо мне нужен. Но даже он для меня намного интереснее, чем вот это, потому что там есть какое-то ощущение суфле, птичьего молока до вот этой сладости. А здесь такой просто милый, приятный люкс. Так что вот бывает и такое, что сайты путают описание, и фрагрантика этим грешит, поэтому всегда стоит перепроверять информацию на официальных сайтах. Но, к сожалению, именно этот аромат, я его не нашла на официальном сайте. Информации, в общем, никакой нет. Возможно, его больше не будут выпускать, или что, почему, я не поняла. Второй аромат, который я купила по супер скидкам, это тоже люкс. И это люкс, который у меня в вишлюсте, наверное, на протяжении двух лет был. Причем я то его добавляла, то его убирала, потому что Нарцисса Родригес Маск Нуар Роуз. Я брала официальный пробник с собой в Питер в прошлом году, когда мы с мужем ездили отдохнуть. И у нас была крайне неприятная вообще поездка, мы там все и заболели, и жара была. В общем, поездка не оправдала наших ожиданий. И вот, возможно, еще и поэтому это все было связано с этим ароматом, и как-то он меня перестал интересовать. Тем не менее, я его увидела по хорошей цене, наконец-то, потому что долгое время на него не хотели делать никаких скидок. Покупать его за 11-12 тысяч, я считаю, он этого не стоит за 100 миллилитров. Я его купила, по-моему, за 7. Он мне обошелся, эта цена за сотку, я считаю, вполне адекватная. У меня был, когда только появился обычный Маск Нуар, я его брала, мне не хватало там напора. Он такой пижамный, очень-очень легенький, воздушненький аромат, очень женственный. Ну, вот не хватало характера. Я когда этот фланкер потестила, я сказала, вот это то, что мне надо. Здесь все сделали, чтобы мне понравилось, то есть все недостатки учли прошлого флагмана и сделали идеальную версию. Я часто, кстати, говорила, что я человек-фланкер, потому что фланкеры мне гораздо больше обычно нравятся, чем флагманы, чем первоначальная версия. Здесь очень яркая, очень красивая, завлекающая, какая-то вкуснючая, мясистая, сладостная слива, прям черная для меня. Сладкая, вкусная, потому что здесь и подложка такая абсолютно по-люксовому, ванильная, как будто ваниль, как будто бы бытенка. Ну, вот такой, знаете, типичный сладкий люкс, вот в базе он, конечно, гораздо скучнее, чем его старт и середина. Ну, можно простить, за 7000 я это готова простить, за 12 нет. Вот, и, конечно, здесь очень красивая для меня роза, алая, страстная, сексуальная, очень приятная. Это суперкомплементарный, кстати, аромат, он нравится окружающим, но мне показалось, что летом он не так хорошо держится, как хотелось бы. И вроде бы, если почитать описание этого аромата, то здесь должны также быть какие-то кожаные моменты, которые я не слышу, честно говоря. Ну, вот если очень-очень-очень сильно затянуться из флакона, что-то такое немножечко замшевокоженное можно уловить. Может быть, это мои фантазии, а может быть, действительно, здесь этот нюанс имеется. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Мне кажется, что здесь еще должны быть пачули. Не помню пирамиду, помню только, что точно здесь должна быть роза, точно должна быть слива и какая-то вот сладкая такая база. Она скучноватая, но по-люксовому приятная и нравится окружающим. В общем, аромат мне нравится. Я рада, что наконец-то он у меня появился. И несмотря на все мои какие-то неприятные ассоциации, связанные с ним, но я думаю, что с ним у меня появятся новые ассоциации, когда я буду его носить, более приятные. И он у меня уже заикарится за добрыми мгновениями. Идем дальше. Аромат номер 3. Это очередной синоним, о котором я вам еще не рассказывала. Это Christian Laura 01. И это направление ароматов, которое было очень популярно, наверное, года 3 назад. Хотя я скажу, что оно до сих пор популярное. Я до сих пор ловлю в городе шлейфы подобных ароматов. Это у нас фрукты сочные, сладкие, вкусные, красные, спелые, переспелые, корзина ассорти фруктов. Тропических в основном, преимущественно, фруктов с мускусной такой подложкой. Какие-то ароматы используют более ядреный мускус в своем звучании, такие как кирки. Вспомните, раба пура тоже, но чуть помягче, но тоже ощутимый мускус. У меня лично были флаконы Laori, Maori Love, красненький такой. Он, кстати, самый такой мягкий. И он как раз, мне кажется, максимально приближен к синониму по своей мягкости мускусной ноты. И также у меня был фэнтези какой-то, вот первое слово забыла, какой-то фэнтези от Уманталь. Он тоже как был новинка, я его покупала и тоже поняла, что не совсем моя тема. Потому что здесь фрукты, они очень подевичьи звучат, с оттенками жвачек, с оттенками какого-то приятного, сладенького фруктового шампуня. И вот в базе проявляется вот эта мускусная нота, которую не все любят, не все ее переносят. Однако вот здесь она звучит больше вот приближенно все-таки к Maori и к Монталь, который у меня был. Он, кстати, такой из легеньких Монталек. Да, до сих пор многие бренды не отпускают эту тему, вот полностью все выжимают и выжимают из нее по максимуму. Потому что иногда приходишь что-то тестировать. Вот в Шотсах я тестировала какой-то новый Монталь, который у нас стал. И опять же это вот какие-то мускусные фрукты, только чуть-чуть еще как будто акватики добавили. Что-то тестируешь дальше, опять мускусные фрукты и как будто чуть-чуть цитрусика добавили. То есть эта тема, она никуда не ушла, просто ее немножечко обыгрывают по-другому. Видимо, потому что все-таки популярность еще не утихла на такое направление. И люди покупают, люди интересуются. Потому что, да, даже несмотря на то, что у нас стояли очень жаркие дни, и сейчас снова жара возвращается, я ловлю вот эти 5-метровые шлейфы, которые звучат мускусными фруктами. Здесь хочу сказать, что взяли, все-таки прикрутили тему фруктов, добавили еще сахарка и мускуса убавили. Потому что я сейчас даже наносила вот здесь в комнате, и я спокойно нахожусь здесь, спокойно переношу этот аромат. Потому что, как я уже сказала, это не совсем мое направление, и вот синоним это, да, единственный аромат на эту тему сейчас в моем шкафу. Я не скажу, что он как-то особо меняется, переливается, нет. Вы, в принципе, его будете слышать именно как сладкие, вкусные, спелые фрукты с мускусной подложкой и с сахарком. Да, все-таки здесь еще вот сверху присыпали сахарка, потому что кислинки здесь, как в некоторых других ароматах, на эту тему я не наблюдаю. Здесь все-таки больше сахарок. И завершаю я свое видео двумя прекраснейшими ароматами, с которыми я познакомилась не так давно, потому что этот бренд стал у нас в Литуаль. Я перетестила все ароматы, кто со Ставрополя, Автоцей Космос, стоит бренд, познакомьтесь. Ароматы все очень интересные, очень качественные. Есть немножко странные, я об этом снимала в шотс-формат. Про все эти ароматы краткое свое впечатление. Вот эти два мне понравились больше всего. Больше я, наверное, ничего из коллекции не хочу. Но очень советую вам познакомиться, потому что они все интересные, качественные, переливающиеся, играющиеся, меняющиеся. И, в общем-то, неудивительно, потому что это бренд, который создал парфюмер именитый, знаменитый. Наверняка в вашем шкафу что-то, да, отыщется. Это вышедший из-под его руки, не хочу коверкать, поэтому вот, пожалуйста, портрет, имя, фамилия. Вспоминаем прекрасные работы этого парфюмера. И поэтому здесь как-то скучно, как-то проходяще, как-то неинтересно быть не могло. Вот. И, в принципе, в плане оформления скажу, что больше это похоже на мужской парфюм, чисто визуально. Потому что там и коробки такие металлические. Я свои флаконы заказывала, кстати, с Ривкош, потому что получалось гораздо-гораздо дешевле. Так как в Литуале этот бренд не попадает под акции, скидки и промокоды на него не действуют. А в Ривкош действует. И там еще можно поделить, использовать. В общем, не хочу делать бесплатную рекламу. Вы сами можете, хотите, приходите ко мне в телеграм-канал. Я там всегда публикую все вот эти вот актуальные промокоды, скидки. Там можете посмотреть. Я тоже, когда что-то покупаю по хорошей цене, всегда публикую и рассказываю, какие скидки у меня получилось применить на тот или иной аромат, где выгоднее всего. Вот. Ссылочка, как обычно в инфобоксике. Единственное, что я заметила, что у нас, получается, только встал этот бренд. И уже вот эти вот названия, они подстерлись. Поэтому, скорее всего, вот эта вот надпись, она будет стираться. И еще, знаете, что я заметила, друзья, вот только сейчас, в этом видео, это то, что здесь надпись такая шероховатая. Вот этот вот кофейный аромат, он ко мне приехал в жестяной вот этой коробке, но без картонной коробки. И вот эти все наклейки, они были приклеены на жестяную коробку сзади. Я об этом тоже писала. А здесь не такая, не выпуклая, как бы, надпись. Может быть, они что-то немножко изменили, я не знаю. И вот этот, он приехал в вот этой жестяной коробке, и еще плюс картонной коробки. Хотя вот с одного сайта, да, с одного магазина я заказала. И буквально я в один день заказала кофейный, во второй день заказала вот этот вот мятный аромат. Поэтому, ну вот как-то так, видимо, разные какие-то партии, может быть, они немножко меняли дизайн. Просто имейте в виду. Ну, конечно же, номер один для меня это Хейс. Это аромат такой, который мне нравится вот в последнее время. Это направление, он максимально зеленый, максимально освежающий, прохладный, дерзкий, динамичный. Унисекс ровно посередине. Очень круто будет на мужчинах сидеть. Я пивалась им, наверное, несколько дней подряд. На ночь что-то там пыталась разнашивать, какие-то пробнички, какие-то отливантики, чтобы тоже вам рассказывать. Но вот, да, несколько дней я им поливалась. У него прекрасная стойкость. Он шлейфовый, и он максимально для меня природный. Здесь мята как будто бы, как будто одуванчики, как будто математчик, аромашка, душица, чабрец. В общем, все, вот календула, шалфей. В общем, все вот эти травы, знаете, мы это в Дагестане называли горный чай. Вот сбор всех вот этих вот трав супер-пупер полезных для того, чтобы делать какой-то лечебный чай. Это очень душистый чай, когда ты завариваешь просто на всю квартиру. Вот этот аромат полевых цветов, полевых трав. И здесь еще есть немножечко сладости. На удивление, она проявилась спустя несколько дней. Такой оттенок цветов, которые пахнут чуть-чуть нектаром. Это вот буквально капля. Здесь также заявленная кожа, но я ее на себе вообще не слышу. И в базе на мне проявляется какая-то чуть-чуть такая древесно-пыльная, приятно-пудровая нотка. Очень крутой аромат, хоть я и сказала, что на тему мяты у меня как бы все. Но именно если говорить о ноте мяты, она здесь не главенствует, как в моих других ароматах. Она здесь вот прекрасно вплетена и как будто охлаждает и освежает этот аромат. Но какого-то момента дирола, например, здесь совершенно нет, как в других моих ароматах. Очень крутой парфюм. Если вы ищете что-то зеленое, освежающее, холодное, дерзкое, современное, динамичное, очень вам советую этот парфюм. Моему, кстати, супругу Алексею очень понравились два этих аромата. Он сказал, будет носить. И кофейный аромат. Мне его советовали неонократно. Много людей и много о нем говорили, что это максимально кофейный аромат. Я здесь подписываюсь под каждым словом. Это максимально кофейный аромат. Если вы хотите кофе, чтобы оно звучало от начала до конца, это то, что вам нужно. Причем это кофейный аромат, который унисекс. Опять же, ровно посередине. Он чуть-чуть пряный в старте. Он чуть-чуть с какой-то кислинкой, холодинкой. Потому что здесь, по-моему, лимончики заявлены. И опять же, Леша, когда я на него нанесла, он сказал, очень-очень крутой, я буду носить. Он не скажет, что какой-то тяжелый, что он прям какой-то зимний. Нет, его можно даже и летом вечером надеть. Он не удушающий, он не какой-то прям откровенно согревающий, чтобы вот прям хотелось. Холодов и он бы тебя там окутал. Он это будет все делать. Но не скажу, что он чистого для холодов. Нет. Здесь для меня кофе именно ощущение, знаете, кофейного автомата в торговых центрах. Когда вот кто-то недавно себе там делал кофе, покупал, заваривал. И вот ты потом проходишь, и вот этот аромат вокруг этого автомата витает в воздухе. К базе он становится чуть слаще. В нем появляется какая-то сливочная молочная пенка. Вот, да, как у капучино отбывает. То есть аромат, в принципе, он не скажу, что какой-то переливчивый, многоиграющий. Нет, вот у него старт чуть более унисексовый, с кислинкой, с пряностью, с холодинкой какой-то. И потом он заслащивается, становится более сливочным, более таким вот ванильненьким. То есть в нем такая сладкая подложка появляется. Но кофе, нота кофе остается от начала до конца. Поэтому как кофейный аромат, это просто 10 из 10, хочу сказать. Что-то я еще хотела про него добавить. Да, кофейное звучание очень мне напоминает баристу. Но бариста сложнее, бариста интереснее, бариста многогранней. Баристу не все любят. Вот даже я распевала несколько флаконов. Были люди, которые сказали, что это очень откровенно мужской аромат. Там есть какие-то колкие ноты. Здесь это все очень сглажено. Но именно сама кофейная нотка, потому что здесь и пряность есть, как и в баристе, она очень для меня перекликается. И бариста тоже, она стартует более колко, более унисексовая. Но в базе заслащивается, становится уже более няшечкой. И вот этим они похожи. Но в принципе это ароматы, которые могут быть на полке. И я вот этот парфюм поставила рядом с моей баристой. Очень этому рада. Советую. Присмотритесь, попробуйте. Если, конечно, вы любите кофейные ароматы и вы ищете кофейные ароматы. На этом все, дорогие друзья. Оставлю ссылочку на мои шоц-видео. Посмотрите мой краткий обзор на этот бренд. И также ссылка на мои соцсети. Также всеми ароматами я всегда делюсь частью ароматов. Потому что я себе оставляю, наверное, где-то 30, где-то 40, иногда 20 мл в лаконе. А остальную часть я распиваю для того, чтобы я могла вернуть часть потраченных денег и купить что-то другое. Вам об этом рассказать. Поэтому ссылочка на меню также будет в инфобоксе. Заглядывайте. И также напоминаю, что у меня есть бесплатная группа пристроя, которая бесплатная до конца лета. Потом там будет платный вход. Поэтому всех вас приглашаю. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.